Всем привет! Прежде чем приступить к обзору, хочу выразить свою отдельную благодарность зрителям, которые проявляют активность на канале. Подписываясь, оставляя свои комментарии и ставя лайки. Обзор будет на видео Коленьки, Бубочки, Пупсика нашего. Приехали в Днепр, папа встретил наш Коди, Томас обрадовался. Вот такое оно носит название это видео. Приехал Коленька, папа его встретил. Так забавно. Папа, навьюченный сумками от и до, но бежит впереди паровоза. Бегом летит по лестнице, как эта девочка из мультика. И хоть бы что ему, даже-даже с ритма дыхания не сбился. Так легко поднялся, так ему классно. А сзади, 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 оговорочка. А сзади Коленька пыхтит. Несет только Томаса, несет телефон. И Мишка косолапый по лесу идет. Шишки собирает, корзиночку кладет. Пыхтит, идет и прям хэтчит. Как же ему тяжело. Коленька, запомни. Ты что обещал? Возвращаюсь в Днепр и сажусь на диету. Мы это все запомнили. Кстати, точно так же он обещал, что он приедет в Коломию. Он ведь сумку специально взял спортивную. Он ведь притащил с собой и для занятий одежку. Но так ни разу и не пошел. Понимаете? Ну куда всунуть этот тренажерный зал, когда ну что ни день, то гулянка, то кафе, то ресторан, то рыбалка, то надо с Татьяной Васильевной и Самвелом в карты поиграть, то надо по горам, по долам, к Юре, где бедненькому Колечке найти время для тренажерного зала. Ну нет у него времени. Ну вот че бы мы прицепились. Ну вот ей богу, как дети малые. Ну неужели непонятно, что парень занят? Он занят. Итак, зашли в квартиру. Что-то Томаса никто не кинулся открывать. Я, честно говоря, сразу бы открыла. Боже, освободить кота от этой ужасной просто переноски, как Самвел его туда пихал. Я так и не поняла сути, зачем он его туда бесконечно пихал. Кот и так в стрессе. Еле-еле он вырвался из нее. Нет, он упорно ее пихал. И вот тут тоже. Все ходят. И никто не спешит бедного Томасика выпустить. Наконец-то. Ура! Аллилуйя! Выпустили. Томас, конечно, свою квартирку признал сразу. Но обнюхаться это дело святое для кота. Он прошелся везде и всюду. И как вы думаете, первая комната, куда пошел Томас? Вы правы. Кухня. Проголодался ребеночек. Ел, ел, не доел. Коля говорит, нет, какая тебе еда? Ты что? Ты только что, вот, 20 минут назад гурме сожрал целую баночку. Никаких тебе гвоздей. Обойдешься. Коля, давай там лазить, все это включать, все подключать. Ой. Но зато Томас, ребята, вот правда, так хорошо, что Томас вернулся. Дома. Слава Богу. Все. Заглянула в комментарии, там зрители пишут, боже, как мы соскучились за этой квартирой. Вы серьезно? Ну, я не знаю, как можно скучать за чужой квартирой? Я даже не знаю, как и отреагировать. Ну, понятно, что все люди разные, каждый по-своему воспринимает. Видимо, так как-то люди прикипели к этой квартире и, скорее всего, к Самвелу, скорее всего. Поэтому они так страшно рады вернуться туда. Мне, честно говоря, ну, все равно, где он там будет, там, не там. Как-то, знаете, и тем более, не сказала бы, что мне прям жуть, как нравится квартира Самвела. Вот кухня, наверное, единственная комната, которая мне нравится. Мне, может быть, еще и спальня понравилась бы, если бы там вот этот гроб с музыкой не стоял черный. А вот это его гостиная, ну, это нечто. Вот вся мебель, которая там находится, если ее вышвырнуть, ну, и вообще, она маленькая. Я, конечно, и не против была бы маленьких комнат, но это уж чересчур. Но туда совершенно ничего нельзя поставить. плюс он еще поставил такую мебель, которая мне не нравится. Я вот вчера делала обзор, и зрители писали, что надо было отправить Татьяну Васильевну в одном купе с Пусиком, а Надю в другом купе с Томасом, а чтобы Коля с Самвелом по переменке ехали, иначе Самвел устанет. Никогда в жизни Самвел не доверит никому Томаса. Вот представьте, Надя неповоротливая. Захочет Надя выйти в туалет к Татьяне Васильевне, или та захочет к ней прийти и упустят кота. Кто за ним побежит? Кот попадет в незнакомую среду, ломанется. Татьяна Васильевна с кривыми больными ногами не сможет бежать, она не сможет его догнать. Надя со своей комплекцией, тем более, куда она побежит? А если вдруг где окошечко будет открыто, и кот усвищет? Нет! Это тут я с Самвелом совершенно согласна, что он доверил только Коле. Он знал, что Коля отнесется к этому ответственно. Он может орать на него столько, сколько его душеньке будет угодно. Вот сколько заблагорассудится. Но то, что он его довезет, Самвел был в этом абсолютно уверен и не прогадал. Вытащил Коля плюс лоток. Я посмотрела видео Самвела, где он осматривал вот эту двухэтажную квартиру вот этих вот новоиспеченных друзей. Не знаю, даже делать обзор на них или нет, потому что там в основном показывали квартиру, но я подумаю. И вот они там показали лоток такой интересный, у них тоже есть кошечка. Все-таки, наверное, его действительно зовут Дима, а не Юра, потому что постоянно Самвел путается уже не один раз. и в этот раз в видео он как-то так сказал «Мы у Димы». То есть надо еще сейчас быстренько в мозгу себя перекрутить. Как же правильно его называть? То ли Дима он, то ли Юра. Так вот, у их кошки полностью закрытый лоток. Самвелу так понравилось, он говорит, надо Томасу точно такой же. Ну, не знаю, будет покупать или нет, но мне понравилось, когда Коля пришел, зашел на кухню, стал открывать окна и говорит «Вот эти вот его шторы, черти что, и сбоку бантик! Я бы вообще-таки не взял!» Действительно, шторы отвратительные. Вот правильно их зрители окрестили в самом начале, что это какие-то застиранные бабкины ритузы. Вот, правда, они очень похожи на вот этот вот предмет нижней одежды какой-нибудь бабушки попытался Коля выпихнуть Томаса туда, вот, в его как его там вот эта сеточка, да, которую сам Вэл приделал, чтобы Томас мог на улицу смотреть. Ну, тоже, знаете, ума палата. Ну, куда ты пихаешь кота? Ты дай ему осмотреться, дай ему отдышаться. Значит, Коля доехал устал, а Томас не устал. Да, кот еще больше устал, он вообще не понимает. Ты хоть понимаешь, куда ты едешь, а кот вообще не в понятках. Где он? Что с ним будет? Куда его везут? Где его вещи и где его хозяин? Он, конечно, Коль узнает хорошо, поэтому более-менее ехал спокойно, но все равно, мне, честно говоря, жалко кота. Туда-сюда вот эти переезды, все-таки это немножечко сложновато, а тут его еще выпихивают. Давай, иди гулять, давай, иди гулять. Ну, куда идти? Подожди. Отдышится кот, и все будет нормально. Коля говорит, надо повключать уже все, включить холодильник, очень много там продуктов осталось. Тоже, по-моему, кто-то из зрителей писал, что вот она волонтерка вся, вся села у них, они там накупили, все побросали. Может быть, и так, может быть, самвел что-то покупал для себя, затаривался. А может быть, осталось действительно и что-то с волонтерской программы, что они не смогли раздать, потому что приезжали они буквально так стремительно. Бог его знает, как оно там на самом деле и чьи-то продукты. Коля говорит, я буду делать Томасу котлетки. Интересно, а сколько же собирается ехать самвел? Как долго? Вот, пожалуйста, еще плюс. Коля уже приехал. Вот я говорила, почему бы самвелу не отправить было Надю с мамкой и с Пусиком в одном купе? Они бы уже тоже были бы на месте и уже могли бы выдохнуть и отдыхать и успокоиться. А так, представляете, им ехать, ну, что-то очень долго они говорили. Я вот не помню, сколько по времени. Сутки, что ли? Может, я и путаюсь, ошибаюсь, не знаю точно. Но очень долго. Такая, знаете, трудная будет дорога. Еще и пожилые, еще и Надя с этим лишним весом. О, боже мой. Еще и Пусик. Вот больше всего мне жалко Пусика. Такая жарища будет. Такая духота. И вот так вот еще в этой вот кот. Может быть, надо было им как-то Пусика, что ли, отдать Коле. Кстати, а как вариант, а почему нет? Я бы, например, запросто бы довезла двух котов. Можно было бы одного вначале держать в переноске, второго выпустить. Пока тот гуляет, один сидит. Потом поменять местами. Пусть другой прогуляется, а второй сядет. Ну, не знаю, мне кажется, было бы как-то, наверное, лучше так перевести. Ну, это я так думаю. У них, конечно, там свои соображалки. Может быть, Томас бы нервничал бы и начал бы там рычать, фырчать. Кто его знает? У Пусика это характер спокойный. Ой, как поступить, не знаешь. Вот можешь и так, и так, и сяк думать, но люди, конечно, со своими котами, со своими животными, они сами решают, как им лучше, как им проще поступить. Это действительно, это дело, так сказать, хозяйское. Ну, что ж, по крайней мере, первая партия прибыла. Кто-то из зрителей прочитал и написал, ну, и где ваши испеченные друзья? Такие прям друзья-друзья, а тут никто не встретил. А кто должен был Колю встретить? С Артемом и Светой он не общается. Юля, ну, так Юля работает, у Юли-то не отпуск и не выходной. Юля, когда его провожала, вот Юля, кстати, очень много приготовила всякой всячины для Коли. Она ему и так купила вкусняшек, она ему еще и плюс и домашней еды такой, чтобы удобно было есть в поезде, приготовила. Так что, я не согласна здесь со зрителями. Юля проявила заботу о Коле, неплохо. Вот странно, что Надя это не проявила. Честно говоря, Коля снимал ее и она не нервничала при нем, как она говорит, при Коле у меня и руки не трясутся, так хорошо мы все это. Ладненько с ним снимали эти рецепты. Почему она ему ничего не приготовила, я вот, честно говоря, вот этот момент как-то не поняла. Может быть, они поехали квартиру осматривать, бог его знает, они так видео выпускают, нам остается только догадываться, как оно на самом деле. кто, куда и как поехал. Ну, все, пожалуй, вот это весь мой обзор. На этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо, всем пока.